Сейчас, конечно, видите, в каком состоянии цветник. Сейчас нужно работать. Работать очень много. Сезон закончился, и многие считают, что теперь можно ручки сложить. Особенно на таких участках, как у меня, очень много работы. Нужно подготовить растения к зиме. Нужно сделать все, чтобы они на следующий год цвели так же красиво, чтобы весна была по-настоящему прекрасной. Но для этого надо потрудиться. Отдыхать будем зимой. Конечно, это не относится к участкам, на которых выращивают только картофель, морковь, свеклу. Там действительно убрал и все. Но я считаю, что участок должен быть, как у меня, он не только кормильцем, но и усладой для глаз и для души. Кстати, в одной из древнейших японских методик оздоровления человека и омоложения, кстати, тоже входит, входило, скажем так, входил один важнейший прием. Это созерцание красоты распустившегося цветка. Вот поэтому я желаю тем, у которых на участке нет цветов, посадить, созерцать и быть здоровыми. Но если говорить о бассейнских работах, то это сегодня красивый день, солнечно и тепло. Но еще практически вообще никаких работ на участке не сделано. Почти никаких работ не сделано. Осень, она непредсказуемая. Вот как сегодня тепло, солнце почти как летом, потом дождь, потом заморозки. И работать не хочется. А надо, как я уже сказала, подготовить растения к зиме. Дальше будет хуже, будет холоднее, будет грязнее. Я в такие дни, когда, ну, в непогожие, скажем, дни, работаю на участке, мерзну, я думаю о том, каким будет мой сад весной красивым. И сразу настроение поднимается, и силы откуда-то берутся. Вот. А работ очень много. Вот некоторые из этих работ я показала. Вы видите, вот, скажем, пустоты между кустами. Эта часть уже выдернулась, убралось растения, которые отцвели. Отцветают однолетники. Их нужно убирать. Предварительно собрав семена. Потому что семена свои это и надежно, и бесплатно. Хотела сказать дешево, бесплатно. Вот. Еще, если на участке есть бархатцы и календула, ну, я их не очень, эти цветы. А если они есть на участке, то не надо их выбрасывать. Их надо измельчить, заделать почву. Это природные и инсектициды, и фунгициды. Заделывая почву, вы не только оздоравливаете ее, но и улучшаете структуру. Вот. Следом за однолетник. И вообще, даже самому знатоку, который знает, что делать в саду, нужно в начале сентября выйти в сад, пройти по всем уголкам, заглянуть в каждый уголок, подойти к каждому растению. И решить для себя, что нужно сделать сразу сейчас же, что отложить на потом, а что можно отложить совсем на конец осени. И вот мы сейчас представили одну из работ. Это посадка луковичных. Растение тюльпан. И вот еще остается высадить в оптимальные сроки. Это первая половина октября. Еще очень важная работа. Это посадка, пересадка многолетников. Многолетников очень много. Они за лето успели накопить достаточное количество питательных веществ. И готовы хорошо перезимовать. И готовы к делению, к размножению. И вот поэтому именно в это время, в сентябре, в конце августа, их выкапывают. Таким образом делят. Это лишний способ, скажем, кому-то с кем-то поделиться, поддержать дружбу с соседями или с друзьями. И это способ обновить это растение. Тем более, что некоторые из них требуют обязательного обновления раз в 3-4 года. Некоторые, как пионы, могут расти десятилетиями. Если не больше даже. Вон пион древовидный. У меня так кто-то несколько сот лет может расти на одном месте. Итак, высаживаем многолетники. Их нужно, обязательно, правило только высадить таким образом, чтобы после посадки оставался еще как минимум месяц устойчивых положительных температур, чтобы эти растения успели хорошо укорениться, прижиться и весной радовать вас. Вот такое общее правило. Значит, срезали многолетники, которые отцвели. Сейчас вот заморозки побыли, поэтому действительно большинство растений смотрится уже недекоративно. А так срезают многолетники в разные сроки. Какие-то уже совсем недекоративные в конце августа. А какие-то, например, пионы. Если бы не эпифитатийный сезон, такой, как этот, когда дождей было очень много и на листьях пятнистости, то пионы смотрятся еще и в октябре прекрасно. Нет смысла их срезать. И хосты, если бы заморозков не было, тоже очень долго смотрятся. Вот что касается сроков. Дальше. Очень важная работа осенью в саду – это подкормка калийными удобрениями. Калий повышает зимостойкость, больше сахаром накапливается в тканях растения, и они лучше перезимовывают. Поэтому купите калийные удобрения и по всем многолетникам, розы, все остальные многолетники. Можно, кстати, купить и комплексные удобрения, не только чтобы калий. Комплексные, без азота или с очень маленьким количеством азота. Осенние обычно пишут на таких пакетах. И микроэлементы. Если уж совсем этого у вас нет, то зола. Прекрасно заменит калий. Золой щедро посыпать все посадки. Она и как фунгицид одновременно действует, и подкормка как калийное удобрение. Значит, калием подкормить нужно. Калием, фосфором. Следующая работа, которую нужно обязательно сделать тоже – это мульчирование. Вот я вам показала пример мульчирования посадки только что. А так, мульчировать нужно желательно, скажем так, все посадки, все многолетние растения замульчировать. Это может быть, вот как у меня листовая земля, это компост, это перегной, это опилки. Это купить, скажем, торф или купить в пакетах готовую землю, что, конечно, дороговато. И мульчирует. Мульча, она летом не дает испаряться быстро влаги из почвы. Она защищает от сорняков, потому что сорняков мало вырастает. Защищает от перегрева корней. А зимой это одеяло. Хорошее, теплое одеяло для растений. Особенно, чем менее зимостойкое растение, тем толще должно быть это одеяло, слой мульчи. Замульчировали. Дальше, еще очень важная работа, которую я уже коснула сегодня, это влагозарядковый полив. Все хвойники, рододендроны. И вообще, если сухая осень, то все нужно пролить. Все растения нужно пролить. Потому что большинство из них любит зимовать в достаточно влажной почве. Вот, например, лилейники. У меня их много. И я заметила, что если уходят сухими в зиму, то кустики истощаются. И на следующий год хуже цветут. Хуже выглядит весной и хуже цветут. Ну, хотя есть растения, которые любят сухую зимовку. Я уже сказала. Это вот юбка, например. Кстати, лилии восточные тоже любят зимовать в сухой почве. Ну, по осенним работам еще что можно делать? Вот водоем. Значит, водоем. Рекомендации тоже противоречивые. Пластиковый водоем покупной. Некоторые говорят, что надо воду удалить всю, убрать. Другие говорят, оставить. Конечно же, нужно воду оставить. Потому что если не будет воды, то зимой сдавливает этот водоем пластиковый. Почва замерзающая. И может повредить, просто треснуть. Поэтому воду оставляете. Но если есть вот такие, как у меня, немфеи, то их нужно занести в подвал. Если позволяет глубина водоема, это значит больше 60 сантиметров, их оставляют на месте немфеи. У меня мелковато, поэтому я в пакет и в подвал заношу. И еще водоем нужно, не дожидаясь. Ну, сейчас еще рановато. А так где-то в октябре, не дожидаясь, пока скует лед воду, нужно набросать туда каких-то бревнышки, доски какие-то широкие, даже пластиковые бутылки. Они будут на себя принимать это сдавливание льдом. И таким образом водоем лучше сохранится. Если у меня на террасе много цветов, если хозяйка выносила на лето подышать свои фуксии, например, пеларгонии, то, конечно, давным-давно уже пора их занести. То есть в начале сентября занести домой. Если есть теплолюбивые растения, которые не могут зимовать даже при условии хорошего укрытия, то их нужно выкопать и занести опять же в подвал или в теплицу. Я начала подготовку уже, эту работу начала. Вот у меня хризантемы мультифлорки. Я их высаживаю в какие-то горшки, а потом заношу в теплицу. Вот у меня кнефофия. Это вот эта? Да, она большая. Она не перезимует? Нет, кнефофию надо выкопать. А куда же ее так у большого? Я ее вот так обрезаю. Вот так вот, очень коротко обрезаю. В горшок с землей. И в теплицу. У меня там вся теплица забита зимующими такими теплолюбивыми растениями. У меня много очень сортов. Хризантем мультифлорки, так называемые. Шарики в народе называемые. Вот я, видите, пересадила их в горшки. Они украшают террасу. И вот там тоже в горшках парочку растений стоит. И жду, когда очень холодно начинается. Тогда мы переселяемся в теплицу. И там они зимуют. Я обычно это делаю так. Ставлю плотно горшки все, какие у меня есть. Потом дуги парниковые. Над ними, да? Каркас такой делаю из парниковых дуг. И сверху накрываю все тем же, опять, лутросилом. Два слоя плотностью 60. Все укрывается плотностью по толще 60. Если, например, зимой передали, ах, сегодня мороз, там 30 градусов. Я тогда выхожу и сверху набрасываю еще пару слоев нетканки. А так вот два слоя, и они под дугами в теплице. У меня там уже много чего стоит. Вот так они сохраняются. Срезается часть вот эта вот цветущая вся. Срезается, оставляется. Ну, одна треть снизу примерно перед зимовкой. И еще учтите, что ни в коем случае хризантемы нельзя переливать. То есть они не должны зимовать в очень сырой почве. Им это не нравится. И часто они тогда погибают. То есть почва должна быть слегка влажная всю зиму. Пеларгония зимовала у меня дома. Сейчас пока, видите, она еще тут красуется. А потом я ее покороче обрежу и занесу в дом. На следующий год весной можно почеренковать. Такой красоты будет, хотелось бы сказать, 100. Побольше горшков.